Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня еще две готовые работы. Перед собой вы видите первую, это кофейный домик. Недавно я вам показывала старт этой работы и уже готовый результат у меня. Вышелся домик очень быстро. Кофейный домик от Марьи Искусницы и размер 15 на 30 сантиметров. У меня есть еще пряничный домик, но я подумаю, вышивать ли мне его. Объясню, почему. Давайте я, наверное, сразу покажу вам результат самой работы. Вы видите, что результат и превью отличаются. Превью, оно такое, мне кажется, мне изначально казалось более теплые оттенки на превью. Но когда я вышила сам домик, я вижу, что результат у меня получился более такой теплый, да, а на превью более, так мне кажется, холоднее и насыщеннее. Ну, понятно, что превью от вас фотошоплено. Почему я подумаю, вышивать ли мне второй пряничный домик? Потому что, ну, во-первых, я любитель кофе, очень большой любитель кофе. Я люблю пробовать разные сорта. У меня есть кофемашина. И вышиваю этот домик. Буквально вчера я забрела на базарчик. И увидела очень такой уютный магазин кофейный. Там кофе продаются чаи. И продавец настолько увлечён своей работой именно кофе. Он настолько увлечён самим процессом. Он был на производстве. Он мне много-много рассказал о сортах кофе. Какие есть вкусы, оттенки. То есть, сама арабика, она вообще бывает разных вкусов. Так как она по-разному обжаривается там, выращивается в разных странах. Ну, в общем, столько-столько всего интересного я услышала о самом кофе. Чего до этого не знала. Хотя я интересовалась и, конечно же, читала и пробовала. Ну, и, конечно, я не ушла без покупок кофе больших, разных сортов. Что я поняла. И причём, что когда я начала вышивать сам домик кофейный, ну, конечно же, я не загадывала какие-то покупки. Просто люблю кофе и всё. Ну, вот чем это обернулось. Поэтому, вышивать ли мне пряничный домик, я подумаю. Только по этой причине. Так как, ну, пряники, они добавляют вес. Поэтому, подумаю, в общем. Что касается самого процесса, я довольна. Мне принесло большое удовольствие вышивать этот наборчик. Так как, ну, я уже говорила в предыдущем видео, мне нравится сама схема. Ну, она у меня сейчас, конечно же, порезанная, подчёрканная. Но сама схема мне очень нравится у Марии Искусницы. Она для моих глазок очень удобная. Чёрно-белая. Значки такого размера, как мне нравятся. Поэтому схема чудесная. Ключ вышивается в одну-две ниточки. Есть крест-полукрест. Единственное, вышивать в одну нитку, вот именно на этом льне, мне не очень понравилось. Вообще, вышивать в одну ниточку, мне нравятся наборы ланарт. Почему? Потому что там лён, он очень-очень твёрдый. Прям такой накрахмаленный. И именно там вышивать в одну ниточку удобно. То есть крестик ложится так, как надо, или полукрестик. Ничего не стягивает. Здесь лён, ну, как заявляет производитель, это лён пермин. Хотя я сталкивалась, что лён пермин, он тоже такой, ну, очень накрахмаленный. Но если когда, я покупала его отдельно. В наборе, ну, возможно, может быть, это лён пермин, но он очень-очень мягенький. И когда на мягком льне вышиваешь в одну ниточку крест или полукрест, надо очень тщательно следить, чтобы не стянуть. Ну, в общем, в этом сложность. Две ниточки вышиваются просто идеально. Бэк здесь тоже есть. Ну, его немного по сравнению с тем, с другими моими работами. То есть он вообще очень быстро выполнился. Посмотрите, какие яркие цвета. Здесь также есть и французские узелочки. Вот, посмотрите. Они выполняются в две ниточки и два цвета. Такие горшочки с цветами красивые. Вот этот вот заборчик, зелень. Это, видите, вышивалось в одну ниточку. Ёлочка, это всё в одну ниточку. И также вот это дерево. Задумка та, что, ну, как бы, это всё на заднем фоне. Дерево, ёлочка, она не должна быть в две нитки, так как, ну, чтобы было впечатление, что домик находится ближе, да. Так, вот такой красивый фонарь тоже здесь. Облака. Облака, кстати, вышивались в две нитки. Но они тоже красиво смотрятся. В общем, результат, конечно, хотелось бы, чтобы превью всё же совпадало с вышивкой. Потому что, когда мы выбираем набор, мы, конечно же, смотрим прежде всего на превью. И нам, и если нам нравится, нам хочется получить такой результат. Но тот результат, который получился, он тоже неплох. В общем-то, мне нравится. Тоже яркий, красивый, насыщенный домик. Ниток в наборе очень много. Вот мои остатки. Сами планшетки, которые Мария Искусница вкладывает, можно пользоваться ими. Но я, конечно же, больше предпочитаю пака. Я уже говорила, поэтому я по одной пасме навешиваю и уже пользуюсь. Ниток хватило. И посмотрите, даже вот какое количество осталось. Очень много. Я думаю, что здесь хватит ещё на один отшив этого домика. Нитки здесь финка. Конечно же, я их оставлять не буду. То есть, что с ними делать дальше, я не знаю. Я обычно, если ниточки DMC, я оставляю. А если какие-то другие, то они мне, конечно, не нужны. Я их выкину. Так, что у нас ещё было в наборе? Гарантийный талон. Не знаю, кто-то пользовался когда-то гарантийным талоном. Но вот, кстати, он от 26 марта 2018 года. То есть, если у нас запасы лежат, бывает по 5-10 лет. То есть, как бы, не знаю, годен или не годен. Ну, я не понимаю, зачем. Возможно, кто-то и попользуется, да, такими гарантийными талонами. Дальше идёт инструкция, описание самого процесса вышивки. И для новичков это очень хорошо будет. Посмотреть, как выполняется крестик, какой стежок. Так, ну и, в общем-то, весь набор. Сам набор был вот в такой вот сумочке. Тоже очень удобное. Применение ей, ну, может быть, кому-то надо, мне нет. Это всё тоже я выкидываю с набора. В общем, вот такой прекрасный результат у меня получился. Такой у меня старт, незапланированный. Но домик кофейный сыграл свою роль. Ну, понятно, что кто-то верит, кто-то нет. Там по поводу примет. Тут для каждого, каждый выбирает своё, да, верить или нет. Ну, я вышивала этот домик, не задумываясь о каких-то приметах. У меня не было никакой приметы. Просто люблю кофе. И какие-то сюжеты кофейные с удовольствием вышиваю. У меня, вы знаете, как-то я видео тоже показывала. У меня есть два набора, которые я вышивала от Милхилл кофейные. И они оформленные. Они у меня висят на стеночке. Поэтому кофейные сюжеты я очень люблю. Ну, вот так вот домик кофейный мне помог найти хороший магазин кофе, где я узнала очень много интересного и нового для себя. И ещё хотела сказать по поводу размера. Размер заявлен 15 на 30. Я померяла. Конечно же, я работу стирала. И у меня, естественно, лён подсел. И размер получился намного меньше. Вот в длину у меня получается 27 сантиметров. Вместо 30. То есть на 3 сантиметра аж подсел. И тут тоже не 15, а 14 на 1 сантиметр. Ну, то есть работа получилась меньше, чем заявлено. Но это не важно. Эта работа просто была вышита для удовольствия. Оформлять её, конечно, не буду. Пойдёт в рулончик. Но свою роль этот сюжет сыграл. Ещё хочу показать вам. Я уже не раз показывала свою шкатулочку, которая у меня кочует из процесса в процесс. С такими мишками хорошими. Я покупала в магазине «Чаревно мыть». И здесь у меня все мои аксессуары, которые из процесса в процесс переходят. Которыми я пользуюсь. Это и магнитики, и нитковдеватели. Мои маркеры, ножнички. В общем, всё, что мне надо. И второй этаж. Тут мусорничка, тоже игольничка. В общем, столько. Ну, всё, что мне нужно для процесса. И дальше. Для... Ну, такой коврик. Для бисера. В общем, восторги у меня вызывает эта шкатулочка, которой я с удовольствием пользуюсь. Так, ну и следующий мой процесс. Это наборчик «Милхилл». Ещё один, который я вышила. Это такой рух изобилия. Осенний сюжет. Осенний урожай. Посмотрите, какой результат получился. И что мне нравится в наборах «Милхилл». Что результат получается похож. И он даже ярче. Ну, ярче понятно, что здесь используется бисер. И когда мы фотографируем или снимаем видео, то бисер не так ярко выглядит на фотографии. Вот. Но результат очень похож. И мне так нравится этот рух. Посмотрите, какой листик пришивной. Да, какие вот элементы в рамке используются. Вишенка в форме сердечка. Красивая лента на рожке. Мне очень-очень нравится результат. Обожаю я «Милхилл» вышивать. Но я уже неоднократно об этом говорила. Остатки всегда в этих наборах большие. Вот такие. Даже иголочка у меня осталась. Я своей иголочкой вышивала. Потому что игл у меня уже собралось очень много. Ну, как вы знаете, я не один набор уже вышила. И вот посмотрите, какое количество бисера остаётся. Схемка, которую я зарисовывала. Вот она. Тоже мне очень нравится схема «Милхилл». Вот прям то, что я люблю. Она похожа с «Марьей искусницей». Тоже вот чёрно-белая. И значки, посмотрите, чёткие, классные. Вот мне нравится. Ключик. И этот ключик я пока не выкинула. Так как я буду разбирать ниточки. Тоже ниток всегда остаётся очень много. Посмотрите. Здесь 13 цветов. И ну прям много. И здесь ниточки DMC, которые, конечно же, я выкидывать не буду. Я их буду сейчас разбирать на бобиночки. У меня есть вот такие вот боксы с полной палитрой DMC. Видите, у меня подписано, допустим, в этом боксе ниточки от 150 номера до 598. Ну, понятно, у меня нет новых оттенков здесь. Я их просто не докупала, потому что они ещё мало используются в дизайнах. Но постепенно буду докуповывать по мере того, как они будут появляться в каких-то отшивах у меня. Поэтому я буду сейчас разбирать ниточки и как я это делаю. Ну, вот, допустим, под номером 1 на планшетке у меня 347 номер. Вот он, номер 1, 347. Это красная ниточка. И я в боксе также ищу 347 номер. Вот он у меня есть. Вот она, эта ниточка. Она прям совпадает, подходит. Какие-то остатки небольшие я убираю. И просто буду наматывать остатки такие, ну, как пасма. Да, они разрезаны у нас по метражу на метр. И просто доматываем. Ниточки всегда DMC пригодятся. Так как, ну, я вышиваю еще и схемы, какие-то сэмплеры. И дальше вот назад складываем. В общем, вот таким вот делом я сейчас займусь. Здесь немного 13 оттенков, поэтому все это я сейчас разберу. Давайте с вами еще полюбуемся на эту красоту. Обожаю я вышивать на перфорированной бумаге. Очень мне нравятся наборы Милхилл именно из-за самого процесса вышивки на перфорированной бумаге. Ну, конечно, эти прекрасные дизайны будут красиво выглядеть и на льне, и на равномерке. Может быть, и я тоже попробую когда-то вышить такие дизайны именно на ткани. Но пока я наслаждаюсь именно перфорированной бумагой. Прям нравится мне. Эта работа будет оформлена и будет у меня стоять на кухне. Скорее всего, на кухне я ее поставлю, так как она там будет очень мне подходить по интерьеру. Красота, да? Сам бисерок я тоже оставляю, я его храню, потому что мне всегда в каких-то работах обязательно нужен бисерок. И, ну, конечно, я его разбирать не буду. Когда у меня еще были небольшие запасы, я разбирала по цветам. Но сейчас уже у меня очень много получается этого бисера скопилось, что уже не хочу разбирать, смысла нет. Тогда много места это все будет занимать. А так оно у меня хранится. Да, не всегда я там вырезаю номера цветов. Ну, то есть, в принципе, можно вырезать номера цветов, наклеить сюда, чтобы понимать хотя бы какие здесь оттенки. Но это я уже не делаю, хотя раньше вот делала, вкладывала или в кулечек номера, или приклеивала. Ну, и сейчас я это уже перестала делать, не хочу, лень. Ну, и место меньше занимает, конечно же, в таких кулечках. Решила вам достать свой боксик и показать, что у меня здесь. Ну, как вы видите, да, сначала вот я разбирала остатки и подписывала. У меня есть несколько таких специальных для бисера боксиков. Вот они, видите. Потом я перестала это делать. Вот у меня кулечки с наборами, с наборов Милхилл. Видите, я раньше вот так вот делала вырезки. Какой номер и даже какое название вот клеила. Но это не на всех у меня кулечках. Посмотрите, вот сколько остатков. Да, некоторые вот так вот подписывала. Это кулечек у меня с бисером Милхилл. Видите, какие большие остатки. Ну, конечно, выкинуть жаль. Ну, иногда, конечно, прибегаю я к такому бисеру и вышиваю. Дальше у меня есть тоже кулечек с различными кристаллами. Вы видите, да? Бусины даже есть, которые у меня остались от Марии Антуанетты. Различные. Некоторые подписаны, некоторые нет. В общем, тоже такой сундучок интересный. Дальше у меня есть бисер Делека. Это бисер, который использовался в Шателлайн. Я его тоже оставляю. И это остатки, которые я уже тоже использовала очень много в других дизайнах. Поэтому остатки потихонечку тоже уходят. Дальше есть у меня бисер вот прямо вот в таких еще упаковочках. Тоже Милхилл, который остается еще не пересыпанный. Даже вот целые коробочки. Потому что бывает, что производитель у нас пишет больше, допустим, по ключу больше, чем мы используем. Ну, и такой бисер тоже вот остается. Дальше есть у меня еще вот такие вот небольшие коробочки с бисером. Сейчас вот здесь как раз такой порядочек наведу. Так, это у меня остатки. Я вышивала икону от образа в каменьях. Тоже здесь остатки бусины. Какие-то камешки даже натуральные остались. Это тоже мне может пригодиться. И, конечно, у меня есть бисер, который непонятно. Ну, разных производителей. Ну, Милхилла, конечно, здесь нет. Это я вышивала и Нову Слободу, и еще что-то какие-то. Бабочки. Вот. Остается тоже много бисера. Я его оставляю на всякий случай. Потому что именно в Милхилл по оттенку я могу что-то не подобрать. А здесь что-то может подойти. Ага, вот у меня еще прям целый пылек уже бисера. Я его прямо сыпала. Это я, по-моему, вышивала бабочек и вдохновение. Вот прям сыпала такой микс. В общем, запасы бисера большие. Да, и еще у меня есть вот такой коробочек. Здесь тоже разный бисер. Даже пайеточки есть. Стеклярус. В общем, всегда в запасах можно что-то найти. Для какой-то, может быть, небольшой работы. В общем, вот такие у меня запасы. Ну что, на сегодня все. Показала я вам две свои чудесные работы. Покажу еще вам свой любимый Милхилл. И буду приступать сегодня же к новому процессу. Но это уже в следующем видео. Ну что ж, до новых встреч. Спасибо, что зашли на мой канал. Спасибо, что вы мне пишете комментарии, добрые слова. Мне это очень-очень приятно. И до новых встреч.